Часто у всех в жизни происходят странные ситуации, в которые очень сложно поверить. Они бывают смешные, так и очень страшные. Некоторые из таких моментов удалось случайно запечатлеть. В этом видео мы покажем самые нелепые ситуации, в которых никто бы не поверил, если бы их не засняли на камеру. Погода бывает ненастной, и именно в такую пору кто-то отправил малыша выставлять мусорный бак на улицу. Мальчик несколько раз подряд получил по голове крышкой от урны. Это очень стрёмно, особенно когда сильный ветер чуть не перевернул парня вместе с баком. После просмотра этого ролика сразу становится ясно, что в таком возрасте еще не изучает элементарных законов физики. Легче поверить в то, что это пранк, и где-то рядом стоит человек с ведром воды, чем в то, что такой дождь действительно бывает. Но в этом ролике отчетливо видно, что сверху никого нет, так что в небе, кажется, случилась протечка. Такое и вправду бывает, но у всего есть объяснение, а точнее, совпадение уникальных природных условий. Одно из них — полный штиль. Именно из-за него капли воды не летят на наклонные траектории, как это обычно случается. Если ты любишь интригующие истории, то вот ситуация в одном из подъездов Тель-Авива. Видимо, этот парень понял фразу «общий лифт» слишком буквально. Ну да, лошади часто катают людей. Так почему бы и не покатать лошадь на лифте? Отличная идея. А теперь главный вопрос — сколько нужно людей, чтобы засунуть в лифт одного скакуна? Не знаем, но эти двое точно справились. А вот этот парень реально был в шоке от происходящего. Даже не представляю, как много у него сейчас вопросов и мало на них ответов. Этот странный инцидент произошел во время одного утреннего эфира на Гондурасском телеканале. Стакан с водой, стоявший перед одним из ведущих, внезапно начал передвигаться по поверхности стола. Журналисты утверждают, что их студию посетил Полтергейст. На опубликованных кадрах запечатлено, как стакан с водой, стоявший перед ведущим, начал двигаться. По словам журналиста, за секунду до этого мистического события у него по спине пробежал холодок. И он официально заявил, что это не шутка и не розыгрыш. Наши коллеги объяснили, что не принимали в данном инциденте никакого участия. Удивительный случай произошел с женщиной в Коста-Рике. Она решила собрать фрукты, чтобы сделать сок. Однако ее поездка в дикую местность приняла странный оборот. Женщина прогуливалась в лесу и заметила, как на одном из деревьев что-то движется. Это было странное полкообразное существо, скрывавшееся на ветке. Несмотря на сильный испуг, она не растерялась и сняла это очень странное животное на камеру своего телефона. Сотрудники одного из ресторанов в калифорнийском городе Вентура полагают, что в заведении поселился призрак. Один из работников в кафе рассказал, что придя на работу с утра увидел на полу лежащий стул. Мужчина решил проверить записи скрытых камер наблюдения и увидел, что стул упал сам. Второй инцидент произошел среди белого дня. Один из посетителей ресторана заметил, что мебель в заведении двигается. Эта выходка призрака тоже попала на одну из камер скрытого наблюдения. Совладелец заведения заявил, что мы работаем уже 27 лет и никогда с подобным не сталкивались. По его словам, коллектив ресторана винит духов первых посетителей, которые погибли 25 лет назад. В своей фантазии природа может не только удивлять, ей просто нет равных. Это скорее похоже на волшебство, где природа нашла и реализовала свою особую формулу, имя которой – огняная радуга. Этот редкий погодный феномен формируется, когда свет, проходя через перистые облака, преломляется через плоские кристаллы льда. Несмотря на название, огняная радуга не имеет отношения ни к огню, ни к радуге. Этот оптический феномен возникает из-за преломления света в крошечных лединках, из которых состоят перистые облака. В результате облако целиком превращается в яркую радугу на фоне синего неба. Гепарды, конечно, хищники, но обычно люди мало их интересуют в качестве пищи. А вот познакомиться поближе они очень даже не против. Этот парень ехал в открытом джипе вместе с гидом и любовался дикой природой. Когда в автомобиль запрыгнул гепард и начал исследовать салон. Турист был шокирован, но по совету гида постарался сохранять спокойствие и не смотреть хищнику глаза. Как рассказал сам парень, он был слишком напуган, но никогда не забудет тех эмоций, что ему пришлось пережить. Мамотусы – причудливые и очень редкие облака, внешне напоминающие в имя коровы. Их еще называют трубчатыми. Они формируются сразу после шторма или торнадо во время мощной конвективной облачности в странах с теплым климатом. Ячейки обычно имеют размер около полукилометра, чаще всего резко очерчены, но бывает и с размытыми краями. Их цвет обычный серо-голубой, как и у основного облака. Но из-за попадания прямых лучей солнца или подсветки от других облаков могут казаться золотистыми или красноватыми. Каждую зиму во льдах Байкала появляются необычные белые пузыри разного диаметра. Это метан, выделяющий при разложении газогидратов, залежами которых богато озеро. Газогидраты – это уникальная твердая смесь метана и воды. Внешне они напоминают спрессованный снег и могут гореть. Стабильными газогидраты остаются только при высоком давлении и низкой температуре. При подъеме на поверхность давление уменьшается, а температура растет. Поэтому такие соединения разлагаются на газ и воду. Поднимающий метан пузырями вмерзает в чистейший лед, покрывающий озеро. Если сделать в таком пузыре отверстие и поднести спичку, то метан начнет гореть, как большая газовая конфорка. Такое чувство, что эти кадры словно из фильма про апокалипсис. Огромный и ужасный водный торнадо двигался в сторону малазийского городка. Казалось, сейчас он сотрет все на своем пути. Но как только вихрь приблизился к берегу, он замер, а затем и вовсе куда-то исчез. Вон то здание позади серых домов, не кажется ли оно вам слишком скучное, несовременное и вообще портит весь окружающий пейзаж. Согласны? Ну что же, давайте с ним попрощаемся. Слегка пыльно, но в целом все прошло гладко. Все-таки взрыв был управляемым. Посмотрите на вид с другого ракурса. Согласитесь, взрыв реально аккуратный. Так избавились от старого дома в городе Леоне. И его бывшие жильцы тоже были в восторге от происходящего. Ведь их уже ждали новенькие квартиры в центре города. Вы точно видели ролик, как у машин на бешеной скорости отваливаются колеса. Камера видеонаблюдения засняла достаточно интересный момент. У какой-то неизвестной машины отвалилось колесо и покатилось прямо в сторону заправки, выбрав круговую траекторию. Колесо обменило все бензоколонки, дало небольшой круг и ударило в заднюю часть автомобиля мужчины, который спокойно заправлялся. Такое чувство, что колесо целилось прямо в эту машину. Парапланеризм — это и вправду очень интересное развлечение. И дело не в том, что ты летишь с парашютом, а вокруг тебя лишь один красивый пейзаж. Иногда во время полета может произойти что-нибудь необычное. Например, к тебе может подсесть пассажир. На этих кадрах мы видим, как мужчина снимает свой полет с помощью монопода. Как вдруг на селфи-палку садится гриф. Видимо, птица решила передохнуть несколько секунд, прежде чем продолжить полет. В общем, нужно сказать, что мужчине несколько повезло. Во-первых, на его монопод сел настоящий гриф. А во-вторых, было бы не очень здорово, если бы птица захотела клюнуть мужчину за руку. Или вообще сесть на парашют и прокусить его. На этом все. Надеюсь, вам было интересно. Если да, то зацени наши другие видео. До скорого! Продолжение следует...